итак приветствую зрителей моего канала в этом уроке я хотел бы вам несколько таких фишек показать как рисовать например ровную дорогу как рисовать четко такие скажем кругленькие ровненькие колесики да для автомобиля например как сделать так чтобы автомобиль или облако ровненько двигалась ровненько без рывков там без всяких там подергивание да то есть как бы по движению вперед там подергивание также когда движется вперед то объекту вверх то в них вниз да прыгает как бы вот как сделать вот такую анимацию которую вы сейчас наблюдаете да на своем экране так вот смотрите мы находимся понятно программе флиппо клип и чего мы начнем давайте давайте зайдем в слои вот этот слой у нас будет ну назовем назовем его фонда ну можно называть там не знаю дорога там что мы там будем рисовать деревья нету давайте фон вот есть назвали да здесь настройки есть ну настроек больше делать не будем так и давайте рисуем что мы рисуем мы рисуем с вами фон то есть мы должны нарисовать дорогу поэтому смотрите вот мы идем сюда вот идем сюда линеечка да здесь нарисовано у нас что здесь происходит вот мы видим вот это менюшечка появляется и мы здесь выбираем линия значит круг квадрат значит и рисов рисуем как бы зеркальным отображением да вот это четвертый вариант итак смотрите выбираем что линии вот она линия и что мы можем делать мы можем рисовать по линии так нужно выбрать выбрать правильную так вот пен выбрал пен прям по этой линии так вот так делать нельзя да я вот так сделал до пальчиками так делать нельзя вот но мы можем рисовать и вот здесь снизу прям видите я рисую снизу я не рисую по этой линии то есть я не здесь рисую а я вот здесь рисую то есть там где мне нужно у меня есть есть как бы вот вот это направляющая извиняюсь не то нажал у меня есть вот это направляющие я могу рисовать где хочу то есть могу рисовать сверху снизу и по ней да вот ладно нарисовал теперь рисую еще одну вот здесь это будет дорога у меня сразу я могу взять заливку выбрать какой-то там серенький пускай цветик залил до сразу чтобы много движения не было зелененький и пускай что мы делаем ну может быть рисуем уже что мы рисуем рисуем так чтобы убрать значит вот эту штуку мы должны нажать вот сюда понимаете да нажали убрали теперь просто рисуем но я сейчас посмотрю сколько метам 4 пикселя да я рисую что я рисую например столбики столбики вот он столбик да будет столбик большой да наверное поменьше рисуем я рисую столбик пускай вот такой столбики смотрите чтобы много не рисовать чтобы много не рисовать что я делаю я делаю простую вещь я беру лассо я его аккуратненько выделяю нажимаю копировать копировать сюда а вторая вставить до кнопка смотрите я нажимаю копировать вставить вставил подвинул может быть здесь кстати можем ориентироваться на нашу сетку наша сетка она нам помогает растут но расставлять например наши столбики на правильном расстоянии если у нас там мы захотели через каждых там раз два три четыре столбика до через каждых четыре столбика может быть вот если первый столбик не там где нам нужно мы берем его и перетаскиваем да вот сюда пример то же самое можем вот так опустить ниже да но если мы копируем да если мы копируем один нужно оставить вот тогда то есть копии посты вставил пускай этот здесь бы побудет и мы берем этот ставим на место воду хотя поскольку он в памяти есть у нас да мы берем и это тоже ставим так вот на этом до расстояния то есть используем сетку используем сетку хорошо когда у нас столбик на вот вот этом уровне да вот на этом уровне либо какой-то элемент на каком-то вот уровне идет да вот сейчас еще один момент покажу вам относительно сетки относительно сетки до чего можем делать сеткой так дальше вставили вставили передвинули вставили но не передвинули нужное место до поставили ухты подтянул не так то что такое не могу нормально взять вот ну и где-то вот здесь все видите как просто можно делать вот такие простые вещи да дальше у нас пускай там они рано давайте нарисуем может быть не знаю не знаю может это дерево дерево так вот вот такого делать не нужно почему потому что если мы хотим заливку сделать то то у нас как бы вот дерево плохо получится аккуратненько все линии замкнуты должны быть и теперь смотрите заливочка заливочка заливочку берем там может быть уже другой цвет может потемнее дальше здесь у нас не замкнутый да пускай вот так как-то вот и здесь какой-нибудь коричневый там цвет да понимаете вот так пускай такой бы ну какое-то одно дерево хорошо теперь нам нужно мне кажется но слишком большое да слишком большое берем лассо вот так уменьшаем пускай вот такое дерево будет но мы его дорисуем да дорисуем хотя у нас уже толщина линии стала меньше да да то есть ну понимаете здесь толстая здесь тонкая берем и уменьшаем вот если у нас цвет уже другой коричневый да мы сюда идем берем пипеточку определяем цвет заливочка у нас есть все залить заливочку сделали дальше можем нарисовать например например там ну может быть какие-то заросли там лес и что вот я так обобщаю что вот здесь у нас будет например так заливка здесь у нас цвет будет такой пускай светлый а там у нас будет темный 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 и ладно здесь тоже и сверху у нас будет какой-нибудь голубенький все фон у нас есть у нас будет двигаться автомобиль и будет двигаться облако вот что мы делаем для того чтобы нарисовать автомобиль мы идем делаем еще один слой добавляем до слой сюда пишем авто да все есть так здесь все нормально так мы на втором слое до откуда мы это видим потому что здесь написано 2 видите здесь двойка написано двойка написано хорошо теперь смотрите что мы делаем нам нужно с вами нам нужно с вами что сделать использовать вот этот инструмент так нам нужно не заливка вот и давайте сделаем так но 4 до пускай или может быть 8 вот выбираем круг вот он круг смотрите он у нас у нас такой до большой прям появился я рекомендую сразу рисовать ничего не делать то есть если мы хотим идеальный круг то вот извиняюсь то вот за эти штуки вот эти штуки нельзя тянуть не нужно не трогаем все потому что если будем трогать и сделаем эллипс там не не круг будет эллипс будет поэтому я беру и рисую я смотрю какой диаметр должен быть колеса вот смотрите я сейчас буду рисовать где-то вот в этой области да или даже вот так буду рисовать смотрите сейчас сейчас я рисую вот видите колесо смотрю слишком толстая слишком толстая беру 6 так вот ну пускай будет колесо да 1 1 еще раз так и 2 все нарисовал теперь я убираю нажав сюда я убираю этот инструмент на выбираю теперь я могу делать что хочу с этим значит колесом то есть я беру лассо я беру и уменьшаю его до размера который мне нужен так ну пускай вот такое будет там теперь я беру заливку теперь я беру заливаю цветом определенным да ну пускай такое колесо будет ну не знаю ладно пускай такое теперь нам нужно конечно же два колеса мы берем опять лассо выделяем теперь нажимаем вот сюда сначала сначала сюда нажимаем потом сюда да то есть понимаете копировали вставили скопировали вставили и передвинули и вот у нас два колеса теперь смотрим да будет у нас автомобиль автомобиль но может ближе вот такой мультяшный будет и смотрите очень важно очень важно опять же обращать внимание на сетку вот сетка у нас да вот она идет понимаете вот она идет сетка и мы выравниваем выравниваем колесики наши выравниваем вот по линии так это взяли и теперь второе колесо тоже выравниваем по линии вот видите они теперь ровненько да или может быть чуть выше ну вот так пускай будет хорошо рисуем автомобиль так что у нас здесь по 6 до так это много давайте 3 попробуем корябый автомобиль так чтобы нам не мешал для рисования этот слой мы его можем смотрите нажимаем вот где у нас сто процентов написано сюда нажимаю все его нет и теперь мне не так уже не мешает я пытаюсь не отрывать вот наш автомобиль будет вот вот у нас пускай он будет заливку берем там например это яркий да может быть красный 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 автомобиль пускай пускай у нас у нас что там у нас еще стекла да какие-то не какие-нибудь вот такие стекла будут так и бампер 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 то есть я в реальном времени там вам вот такой будет бампер показываю чтобы не спеша чтобы вот вместе со мной это все делали да то есть у нас на этом втором слое есть этот автомобиль и мы будем двигаться вперед 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 с вами будем двигаться 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 так смотрите для того чтобы автомобиль либо любой другой объект двигался важны для нас вот такие настройки проекта то есть смотрите это важно это тут от этого не денешься никуда вот выберите количество кадров в секунду оно должно быть более 12 более 12 или лучше максимально максимально нам программа разрешает сколько там 30 да по моему все 30 ну или давайте 24 сделаем можно 12 два раза больше сделали да вот смотрите что мы делаем а теперь для того чтобы двигать нашим автомобилем потому что мы будем их им двигать вот будем двигать автомобилем нам нужно сделать так чтобы мы двигали в каждом кадре на одинаковое расстояние то есть смотрите мы стоим здесь например сейчас объясню о чем я говорю мы стоим здесь то есть вот у нас идет вот эта сетка да и например следующий кадр будет где например здесь потом следующий кадр здесь будет потом следующий здесь то есть мы движим движемся по сетке мы ориентируемся сейчас ее выше немножко подниму по линии вот по этой линии например и по вот этих линиях тоже ориентируемся чтобы у нас движение было как бы равномерным да чтобы не было подергивание потому что если мы например с вами сначала подвинем сюда автомобиль сюда автомобиль подвинем потом подвинем сюда автомобиль потом опять на это расстояние то есть сначала здесь потом здесь потом здесь потом здесь потом здесь потом здесь потом и он будет так дергаться сюда дернулся потом меньший дерг потом больший потом меньше и потом еще понимаете то есть нам нужно так сделать так сделать чтобы она у нас ровненько шло и поскольку много кадров у нас мы что делаем мы делаем сетку ну то есть движение будет на очень маленькому как бы ну вот буквально чуть-чуть будем двигать чуть чуть не так сильно по чуть чуть по чуть-чуть поэтому смотрите сетку мы можем вот нажав на сетку от выбираем да вот сетка есть нужно здесь чтобы было активно и сейчас нажимаем вот сюда цвет когда нажимаем нажали и что мы можем сделать сеткой прозрачность более яркая более прозрачная сетка теперь смотрите что я делаю видите я ее делаю более такой мелкой более мелкой все нажимаем сюда вот видите но это слишком конечно это слишком я перегнул палку да может быть вот так сделаем если движение вперед нас вот этот параметр для нас важен если движение вверх то вот этот параметр да понимаете ладно давайте вот так посмотрим вот и на каждый вот этот квадратик мы двигаемся на каждый вот квадратик да понимаете вот движение идет вот так движение вот так да это может быть значит обременительно да это тяжело это больно но это нужно делать для такого движения если вы хотите чтобы чтобы было попроще нужно другую программу просто выбирать и все понимаете другую программу включаем этот слой выставляем наш автомобиль ровненько ровненько чтобы он смотрите да видите сетку мы выставляем вот чтобы по верху сетки то есть у нас у нас получается что мы вот ориентируемся на ориентируемся вот на вот этом как бы направляющую да вот понимаете сетка вот сетка и у нас идет сетка вот так на видеть сетка вот так и вот мы так будем двигать один кадр 2 вот кадр 2 3 4 5 так далее сначала конечно можно сделать и чуть по побольше кадров да потому что как бы разгоняется что ли машина ну да ладно мы будем делать таким образом то вот выставили да это первый кадр первый кадр теперь мы копируем и смотрите нажал мне нужно выбрать клонировать последний кадр вот клонировать последний кадр перенажимаю все у нас бы клонируется и теперь я беру автомобиль беру автомобиль и аккуратненько двигаю его ровно на на одно деление как бы вот этой сетки на одно деление сетки и пытаясь вот здесь вот здесь смотрите да я уже ошибку сделал вы видите да то есть чтобы у меня автомобиль не скакал что он ровно по линии двигался сетки по линии сетки поэтому вот так можем ориентироваться либо на колесо либо на насчетом на наперед да вот вперед и проверяем да дергается ли не дергается но вперед это понятно он движется дальше следующий следующий Итак, то же самое, когда мы захотели нарисовать облако, да? Облако рисуем, и тоже оно движется. Может быть, оно будет двигаться не в том же направлении, что автомобиль, да? Или, может быть, в том же. Так, идем сюда. Так, вот первый кадр. И вот оно, наше облако. Мы его рисуем. Вот оно, наше облако. И мы должны ориентироваться по этой оси и по этой. То есть, у нас, например, вот здесь, да? Видим облако. Идет по этой направляющей. Ну, именно в этой точке. Ну, и, может быть, в какой-то мере в этой, да? Точке. И видим, что можем ориентироваться на эту точку, на сам вперед, да? Вот, смотрите. Ну, давайте заливку сделаем. Какую-нибудь вот такую, да? Вот облако. И что мы делаем? Тут копировать уже не получится, да? Кадры. Мы можем делать так. Взяли. И скопировали. Так, а на чем мы нарисовали? На втором слое нарисовали. Ну, ладно. Можно отдельный слой, третий взять. Смотрите. Скопировали. Вставили. Так. Неправильно. То есть, мы скопировали. Перешли на следующий кадр. Вставили. Вставили. Оно вставляется на то же место. И двигаемся вперед. Ну, давайте двигаться. А двигаться может быть. Может быть. Ну, не знаю. Скорость не такая сильная должна быть. Наполовину. Наполовину двигаться. То есть, я двигаюсь наполовину. Что я имею в виду? Наполовину вот этого расстояния, да? То есть, я не двигаюсь вот. Каждый кадр вот так. А у меня кадр еще делится каждый. Вот на такое движение. Раз, два. И там поехал, да? Понимай. То есть, автомобиль мы делали вот так. А облако делим каждую клеточку еще на один, да? Так. Вот. Меняем это. Все. Дальше. Переходим сюда. Вставить. Опять же, мы должны ориентироваться, как мы выяснили, вот на эту точку и на вот эту точку. Вот эта точка двигается у нас по этой линии. А вот эта точка двигается вот так. Так. Следующий кадр, следующий, 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 следующий кадр, следующий, 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 да? То есть, движение облака получается в два раза меньше, чем движение автомобиля, да? Ну, может быть, так в природе не бывает. Может, бывает, когда ветер дует. но я вам как пример привожу такое движение на так следующий кадр следующий кадр вставили и поехали спасибо итак смотрим что у нас получилось вот у нас автомобиль едет и облака движется но все-таки все-таки заметно что она скачет и облака немножко скачет дергается вверх-вниз скачет до автомобиль так не особо по ровной линии едет вот все-таки в этой программе но тяжело добиться прям вот идеально ровно двигалась тем более если объект такой как облака не очень там ровненькие понятно может быть если четко рисовать что-то там кубическое такое ровно с ровными линиями может это легче легче анимировать хорошо на этом все ставьте лайки пишите комментарии и подписывайтесь на канал пока пока